Стрельцы, здравствуйте! Мы сейчас делаем с вами даропрогноз на неделю. Давайте сразу приступим без лишних разговоров. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Стрелец с 15 по 21 февраля? Так, Стрельцы, посмотрим. О, ооо, Стрельцы! Но бывает же такое. Я такого вообще не помню. Может, когда-то и выпадала за время наших с вами, но не только наших с вами, но вообще всех наших раскладов, но я не помню. Ну, я помню, что Стрельцы у меня вообще легендарный знак в последнее время, в последнее, вот с конца прошлого года. Три старших аркана из трех. Просто бинго! Просто бинго! И карты одна другую усиливает. Значит, друзья мои дорогие, если мы перед этим с вами шутили где-то, могли как-то несерьезно к чему-то отнестись, видимо, пришло время посмотреть правде в глаза. Какие-то... То ли где-то вы наследили, то ли, наоборот, вам воздаётся за что-то. Уж не знаю. Ну, давайте смотреть по порядку. Ещё и карты такие всесильные. Сказать, что... Начну, наверное, знаете, да, с того, что... Конечно, нельзя сказать, что абсолютно каждому Стрельцу эта история подойдёт, но пространство работает таким образом, что это видео посмотрят именно те люди, которые должны получить эту информацию. Это всегда так и есть. Поэтому давайте разбираться. Первый старший аркан — сила. Он всегда даёт посыл следующего характера. Нужно укротить свой пыл, укротить свой какой-то характер, укротить какие-то свои плохие качества. У каждого из нас есть положительные черты и отрицательные черты. Все мы их знаем. Даже если мы кому-то в них признаться открыто не можем, мы в себе знаем эти червоточины, мы знаем, где у нас какие недостатки и какие черты характера могут нам портить жизнь, могут на нас негативно влиять. Это карта того, что нужно признать, во-первых, увидеть их, признать и проявить как бы над ними силу характера. Если вы знаете, что есть, например, у вас там гордыня или гневливость, или вы там, ну не знаю, там приврать любите, ну у всех это своё что-то, или где-то безответственность включайте, если вы знаете это, просто прям придушивайте это качество. Потому что это история про быструю карму. В самое ближайшее время, вот реально, каждый из вас, кто что заслужил, тот это и отгребёт. Вот, блин, правда. Эта карта всегда быстрой кармы. Эта карта всегда говорит о том, что если правда на вашей стороне, значит вы победите, вы получите своё. Ваше от вас никуда не уйдёт. Ваши люди, ваши деньги, ваша должность, всё ваше, оно с вами останется. Не нужно за это держаться. Но если вы где-то понакосячили очень сильно, весь ваш негатив к вам тоже вернётся. Вот хоть вы бейтесь об стену, хоть вы верьте мне, хоть вы мне не верьте, хоть выключайте сейчас это видео, если вам не нравится то, что вы сейчас слышите, но это не поменять. Вы можете верить там во что-то, можете не верить во что-то, но это не значит, что этого нет. Финальная карта императора вам покажет над тем, что эта сила, она, её нельзя как бы... Вот это сейчас история не про то, что вы можете... Какие-то те ситуации, которые вы будете получать в самое ближайшее время, я думаю, что это продлится, кстати, за пределами недели, потому что так сильно бывает очень редко. Всё, что вы будете получать, вот единственное, что вам нужно делать, это принимать и анализировать, за что. Было какое-то сто лет назад интервью, я не помню, то ли Ирина Винер это сказала, кто-то, какая-то известная, много чего добившаяся женщина. Она сказала, что не надо никогда у Бога спрашивать, за что мне это, если это что-то плохое. Всегда есть за что. И, знаете, это справедливо и в плане... Я сейчас так говорю, как будто вам плохое что-то должно упасть на голову, как бы нет. И всегда это справедливо по поводу всего чего-то хорошего. Когда вы получаете какие-то блага, вы тоже их получаете за что-то. Это не случайность, не удача, не... Вы это заслужили. И хорошее, и плохое. Всё, что вы получаете, вы это заслужили когда-то. Поэтому ваша основная задача просто смотреть и принимать. И насколько вы можете, анализируете это. Если вы реально не понимаете, может быть, у вас какая-то ситуация, которая с вами повторяется с определённой периодичностью. Может быть, вы начинаете отношения, потом вы теряете интерес к партнёру. Может быть, вы параллельно с кем-то начинаете встречаться. Может быть, вы притягиваете женатых мужчин. Может быть, вы на работе, у вас со всеми отношения плохие, например. Или, может быть, вы не можете друзей завести. Или, может быть, у вас там... Ну, что-то одно и то же, если вы замечаете, что одно и то же происходит с разной периодичностью. То это повод задуматься, а может быть, дело во мне. И тоже, когда вы получаете что-то хорошее, подумайте, какие ваши действия могли привести к этому хорошему. И если вам это нравится, делайте это хорошее, приумножайте эти блага в свою жизнь. Но реально вам на этой неделе нужно прямо искать вот эти причинно-следственные связи, понимать, за что, за что, за что, хорошее либо плохое. И в ваших силах в дальнейшем это продолжать. Либо плохое остановить, либо хорошее приумножать. Если вы не можете сами понять, ну, обратитесь к каким-нибудь специалистам, я не знаю, там, ну, кому угодно. Много людей, которые могут вам оказать... Кто что любит, кто любит психотерапевтов, кто любит там... Есть всякие эзотерики люди, это ищие консультации, там, и астрологи, и кто угодно. Идите, ищите, ищите ответы на свои вопросы. Ищите. Если вы сами в себе уже не можете найти, пусть вам человек поможет из вас достать эту информацию. Ну, потому что просто бинго, просто бинго. Вам что-то надо укоротить, какую-то свою черту, которая может вот эту воронку раскручивать. Вот. Кстати, у вас может быть какая-то хорошая черта, которая вам приносит... Ну, как на ваш взгляд, хорошая, на самом деле, вам приносит неприятности. Это, знаете, как с синдромом спасателя. Я всем причиняю, ухожу добро и не понимаю, почему, как бы, люди мне неблагодарны, почему меня все отталкивают от себя. Я же такой хороший, добрый человек. А то, что человек уже задолбал всех со своим добром, он этого не понимает, что нужно начать жить своей жизнью, а не чужими проблемами. Ладно, всё, много чего вам наговорила. Это пища для размышления вам есть. Поэтому неделю живите осознанно. И добра вам. Пусть всё у вас получится, пусть все кармические узлы развязываются. Выходите из колёс сансары своих. И будьте счастливы, приумножайте благо в своей жизни. И пусть у вас всё получится. Давайте. Удачи! 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 Продолжение следует...